День на Думской в прямом эфире 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 не Украины. С третьей стороны, он вообще человек такой, который вообще старался защитить. Во-первых, он республиканец, начнем с этого. В 2008-м, в 2004-м, по-моему, году, не-нет, в 2008-м году он, по-моему, баллотировался в президенты Соединенных Штатов и проиграл Бараку Обаме, которого, кстати, он пригласил выступить на своих собственных похоронах, и президента Буша. Отношения между Маккейном и Трампом не складывались, мягко говоря, политические отношения. Но я думаю, что они оба уважали друг друга. С одной стороны, Маккейн уважал президента Соединенных Штатов. Пару раз он проголосовал против, но несколько раз и за. В частности, по поводу налогов он проголосовал за, по поводу, скажем, отменной медицинской системы здравоохранения он голосовал против. В любом случае, он был, конечно, человек уникальный, но я бы не хотел, как у нас говорили, преувеличивать роль личности в истории Украины. Очень много друзей Соединенных Штатов. Но все-таки Маккейна считали главным лоббистом интересов Украины. Не думаю. Байден тоже был, но оказалось, там какие-то проблемы. Вот мы теперь, так сказать, только-только узнаем. Я не хочу, так сказать, не вдаваться. Да, вице-президент Байден. Кроме того, он тоже был несколько раз здесь. Кроме того, есть сенатор из Огайя, сенатор Портман, который тоже очень большой друг Украины. Но сенатор Маккейн даже был в Одессе. Маккейн даже был в Одессе, да. Ну и что? Одесса замечательно. Один из крупнейших городов Украины. Один из центров экономической, политической силы в Украине. Почему нет? Что изменится с уходом Маккейна в судьбе Украины? Ничего. То есть он никак не влиял? Нет, ну он влиял. Но еще раз, у Украины очень много друзей. И в Белом доме, и в Конгрессе Соединенных Штатов, в обеих палатах. И в палате представителей, и в Сенате. Но прежде чем мы пойдем по этому руслу, я бы хотел поздравить всех одесситов с Днем города, который только что закончился. Я был, присутствовал, было очень-очень здорово. Спасибо за поздравление. Вам спасибо. Так, все-таки уход Маккейна это на самом-то деле большие перестановки в системе взаимных балансиров на Капитолийском холме. Ведь не секрет, что на нем держалась определенная линия политики. Он был катализатором многих процессов, не только в Украине, но и на Ближнем Востоке, например. Это правда. Но опять же, Маккейн был большой исторической фигурой в истории Соединенных Штатов. Маккейн умер. Мы можем говорить о нем только хорошо и правильно. Или только правду. Да. И никаких других замечаний у меня в отношении Маккейна нет. У меня есть с ним личная фотография, которая висит у меня в офисе. Я очень горжусь им. Я поддерживаю его на президентских выборах. Так, честно говоря, между нами. Я думаю, что одесситы не передадут эту информацию в Нью-Йорк. Не факт. Передадут? Одесситы есть везде. Да. Но окей, ладно, я признался. Это было давно. Это было 10 лет назад. Я поддержал Маккейна против Обамы. Считал его более достойным кандидатом. Голосовал за него и других призывал. Так что у меня к Маккейну очень теплые отношения. Что касается, еще раз повторюсь, что касается Украины, очень много друзей в Украине. Вопрос только... Кстати, эта администрация, как мы только что видели в сюжете, передала Украине, продала, передала Украине оружие, которое необходимо для защиты, в частности, противотанковое оружие. А та администрация прошлое этого не делала. Но администрация Обамы была более, не знаю, дипломатичной, деликатной, более сдержанной. Обама не хотел, на самом деле, пачкать руки оружием перед уходом. Есть такая точка зрения? Я не думаю... Как вы считаете, я не хотел пачкать руки оружейным маслом перед уходом. Слушайте, два года осталось. В 2014 году его просили еще передать оружие. Это же не быстрый процесс. Ну да. Он в целом мог уложиться за два года? И Конгресс кланялся к этому. Ему оставалось только... И украинское лобби поддержало, и другие организации поддержали эту идею. Ему осталось только подписать или дать добро на это дело. Это не такое уж большое противотанковые ракеты. Не бигдилд. Это не стратегические ракеты с атомными боеголовками. Это достаточно распространенное оружие. А почему он этого не сделал, на ваш взгляд? Обама. Боялся? Боялся. Боялся, что... Боялся Путина? Нет. Советники ему говорили о том, что это оружие может попасть в руки террористов, в том числе попасть и в те руки, и в руки российской, и в руки оппозиционных... Намекая таким образом на коррупцию внутри Украины? Ну, намекая. Это был не намек, это всем известное дело. Ведь оружие ходит туда-сюда, через границы, оно ходит всегда, ходило, ходит и будет ходить. Поэтому передача имеет свои, так сказать, надо быть осторожным в этом деле, чтобы это оружие не попало куда-куда не нужно. И оно попадет в руки, кого не нужно, и начнутся большие проблемы. Что касается Пола Манафорта, которого судили, но он никакого отношения как бы к Трампу и к его предположительным отношениям и заигрывания с Россией не имеет. Как, as a matter of fact, он же помогал Януковичу, и помогал за деньги. Вот в этом и проблема. И эти деньги, он скрывал это от налогов. Вот и вся его... То есть проблема на самом деле... Проблема чисто уголовная нам никакой политики не было. Его нанял... Выделим это дело в следующее производство. К господину Полу Манафорту есть только одна претензия. Как и к... Я не знаю... Давайте будем сравнивать с какими-то гангстерами. Это уход от налогов, да? То есть алькапоне и... Да, да, уплажно. Это та же проблема. Оплати налоги. Конечно. А все понимают, что политический технолог, консультант, он зарабатывает своими консультациями. И что он там советует? И за какой гонорар? Это его личная проблема. Заплати налоги. Конечно. Проблема одна. Ну, там было 8 пунктов обвинения при уклонении от уплаты налогов. Непризнание, нерегистрация как иностранный агент. Это же консультативная группа, которая консультирует... То есть в целом это просто финансовые вопросы? Ну, финансовые. В основном экономические и финансовые вопросы. Уголовное дело, которое, так сказать, по 8 пунктам его признали виноватым. Но никакого политического подтекста это дело не имело. Ну, потому что он политический консультант. Он имеет право. Да, если бы он нанял скажем, президент Порошенко консультировать его нынешнюю компанию, это было бы, в общем, его нанимают. Это человек, которого нанимают на работу. Он специалист, все лишь. Он специалист, да, да. Если бы меня кто-то нанял, я бы тоже подумал, как, так сказать, мне, может, такие деньги не платили бы. Но это неважно. Каждый стоит своих денег. Чуть меньше, чуть больше. Чуть больше денег, да. И, в общем, это такое дело. Люди, которые занимаются политологией и которые понимают что-то, мне кажется, я понимаю в регионе больше, чем Манафорт понимал, который не говорил на языке и не знал, так сказать, ментальности и вообще понимания раскладов. Это очень часто американское ковбойство приехать и решить проблему. Совершенно верно. И очень часто это, так сказать, некий комплекс неполноценностей со стороны, скажем, Украины или других стран, которыми я тоже общаюсь. Вот американский технолог приедет и решит нам все. Они думают, что американцы могут решить все. Мы видели здесь, на самом деле, и французские технологии. Это очень-очень много лет, десятилетия. То есть пусть придет царь и решит за нас нашу проблему. Ну вот, 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 вот. И это мы обсуждали, по-моему, и на прошлом эфире, когда с вами несколько месяцев назад. И часто возникает этот вопрос. Поэтому украинско-американские отношения шире, чем Маккейн, и шире, чем поддержка, и даже шире, чем Трампа и так далее. Вопрос сейчас и здесь, и там стоит довольно остро. Это выборы. Вот я не хочу использовать это клише, как бы судьбоносное, поскольку всякие выборы судьбоносные. Это возраст вектор развития государства, как минимум, на ближайшие пять лет. Конечно, конечно. Сегодня, значит, речь идет о том, в ноябре состоятся выборы в Конгресс, весь, вся палата представителей перезбирается полностью, и 33 сенатора. Значит, если Трампу дает сохранить контроль за, то есть большинство в обеих палатах Конгресса, это, собственно, большая победа его администрации и, по сути дела, обеспечивает ему, как многие считают, я согласен, это перевыборы в 2020 году и второй срок до, то есть это мы говорим о перспективе до 2024 года. А нужно ли это ему, на самом деле? Что значит ему? Он политический деятель, президент, видимо, будет перезбираться, у него большая и существенная поддержка, но, опять же, это его, по сегодняшним данным, это где-то 45 процентов, это довольно высокий рейтинг поддержки президента через два года. У него есть мощная своя, так сказать, база, которая в любом случае будет голосовать за него. И есть многие люди, которые раньше ему не симпатизировали, теперь поменяли свои взгляды. Понимаете, когда что-то происходит решительным образом, когда есть какие-то решительные действия, может быть, иногда агрессивные, может быть, иногда, как вы сказали, недипломатичные, но когда есть такие решительные действия, люди сначала немножко шарахаются, а потом смотрят и думают, а, вау, в этом что-то есть. Это сработало. Слушайте, снижение налогов, снижение налогов. Класс. Торговля между, да, улучшение торговых отношений или изменение торговых отношений между Европой и Соединенными Штатами, это хорошее дело. Вообще, Китай, это хорошо. Ну, он же, вы видите, он вышел с двумя простыми лозунгами, которые, с одной стороны, популистские, а с другой стороны, бьют прямо, так сказать, сердце простого американца. America first. На первую страницу обложки мы ставим Америку. Все, что в интересах Америки, а в частности, экономические интересы Америки, мы будем делать все для этого. Действующий президент Украины тоже поддерживал слоган Майдана, Украина пона дусе, Украина превыше всего. Но в действиях мы этого не видим. Есть разные фигуры. Трамп говорил, и он вышел, Через два года рейтинг 45%, вы говорите? Да, да, да. А в Украине у нас сегодня, на данный момент, я не могу назвать человека, который переваливает 12% доверия. Да, да, да. И 12% это очень много. Нет, по-моему, у Тимошенко 23% что-то. Это Юлия Тимошенко так подает свои рейтинги. Да, я где-то видел ее рекламные. Я слышал, что есть многие компании, которые занимаются. На сайте президента у него такой же рейтинг, как у Юлии Владимировны. Если собрать со всех сайтов их рейтинги, получится, что у нас 200-300%. 200-300% у всех. Да, да, понятно. Нет, ваши выборы исключительно интересны, они чуть позже будут. Но вот от этих выборов, которые произойдут в ноябре в Конгрессе Соединенных Штатов и от тех выборов президента, которые произойдут в Украине в марте, конечно, будет зависеть, как будет развиваться Америка на украинские отношения. Как я уже говорил неоднократно, Украина очень важна для Соединенных Штатов с одной стороны. А с другой стороны есть такие... Есть и другие страны с другой стороны. Есть и другие страны с другой стороны, да, которые тоже очень важны для Соединенных Штатов. И вся эта идея как бы какого-то замирения или нахождения общих точек соприкосновения с Россией, она не умерла. Да, она критикуется, она со всех сторон. Но рано или поздно все равно будет мир. Рано или поздно все равно наступит мир или перемирие, или какие-то, так сказать, прекращение огня и так далее. Поэтому думаю, что к этому надо стремиться. Понятно, что аккуратно и с соблюдением всех политических тонкостей. Но рано или поздно это будет. И я лично убедился в том, я это предсказывал, убедился в том, что продавать Украину за какие-то, так сказать, я не знаю, подвижки в отношениях между Соединенными Штатами и Россией Трамп не будет. Не хочет, не может и, наверное, не будет. Продавать, то есть обмениваться, так сказать, чем-то. Но настаивать... Здесь, ты как раз сейчас, Сэм, я хотел показать, что на самом-то деле в обменном фонде в отношениях между Соединенными Штатами и Российской Федерацией не так много интересных фишек. Давайте мы их перечислим сейчас. Конечно. Во-первых, это Украина. Мы начнем с нас. То есть стратегический полуостров, стратегическое положение между Европой и Азией практически, между двумя авариями и так далее. Можно много об этом говорить. Конечно. Вторая, собственно, фишка – это альтернативные газовые потоки. Да. Третья фишка – это присутствие чьи-то, то ли Соединенные Штаты, то ли Российской Федерации на территории Сирии. Да, он ближайшийся. Что является, безусловно, контрольной для этого региона точкой. Совершенно верно. И теперь… Как вы говорите, фишкой. Контрольной фишкой. Фишкой, фишкой, фишкой. Голубые фишки – это все голубые фишки. Да, да, да. То есть выгодные, да, будем так по Уолл-стрит говорить. Конечно. Конечно. И вот теперь давайте смотрим, наступают самостоятельные красные фишки. Горячие, держать в руках которых очень сложно. Это отношение, например, с Ираном и Китаем. Это отношение с Северной Кореей, например. Конечно, конечно. И вот мы видим этот набор фишек, и мы видим, что все страны на них смотрят, я говорю об России и США, они смотрят на эти фишки, и в настоящий момент никто не готов ни одну из них отдать. Да, это правда. А это тупик в настоящий момент? Ну, не совсем. Есть некоторые подвижки в отношениях на сирийском, так сказать, театре, скажем, военно-политических действий. Но там в меньшей степени подвижки в сторону Соединенных Штатов Америки. Они в меньшей степени получают каких-то... Да, да, да. Совершенно верно. Совершенно верно. Украина, на мой взгляд, вовсе не играет в фишки с Ираном, Китаем и Северной Кореей. Неравнозначные. Минимальные, так сказать. Хотя с Китаем, наверное, больше, потому что экономические отношения с Китаем довольно активные, насколько я понимаю. Ну, и санкционная политика против Китая тоже достаточно серьезная. Да. Тут еще и Турция, которая, так сказать, играет... соседка Украины. Турция и Болгария, которая играет в межпотоковые игры. Да, да, да. Что касается газового потока, то, по-моему, Северный поток будет. Северный поток 2 будет. Потому что там... А потому что одним из бенесуаров является Германия, которая имеет не последний вес. Да. И хотя Трамп, кстати, выступил против Северного потока 2, тем не менее, все-таки... На балансе у Германии почти весь Северный Союз. Да, в этом отношении Германия его победила. И там, кстати, фишки были разыграны тоже как бы очень интересные в том смысле, что Евросоюз практически согласился на изменение тарифов на... По сути, дело на беспошлиный. Потому что была, конечно, неравнозначная ситуация. Европа облагала американские товары, в том числе автомобили, высокими пошлинами, а, скажем, на немецкие автомобили, которые поступали в Соединенные Штаты, пошлины были всего там 2 процента или вообще ноль. И не только на это. Поэтому Трамп это решительно повернул. Он нажал на Европейский Союз. То же самое с НАТО. Значит, ребята, 70%... 70%... Мы вас кормили, поили, держали под зонтиком, чтобы на вас, не дай бог, никакая капля, так сказать, ядерная не упала. Ну и все, хватит. В смысле, платите. Вы достаточно уже, вы не дети, вы уже на ногах, вы должны платить свое. И Германия, так сказать, пошла на увеличение своих военных расходов. И другие страны Евросоюза, НАТО на это пошли. И это тоже достижение трамповское. Значит, мы, американские налогоплательщики, будем платить меньше немцам, французам и так далее, и так далее. Значит, это деньги наши. Да? Наши товары пойдут в Европу, и это деньги наши. Значит, наш торговый дефицит улучшится, торговый баланс Европы. То же самое с Китаем, то же самое с Канадой. То же самое с Мексикой. То есть, экономическая ситуация давно не была такой хорошей, как сегодня. Давно. 4,1 предсказывает годовой валовой рост для гигантской экономики. Это невероятно. Это колоссальные деньги. У нас тоже так же говорят. Не, ну, нельзя сравнивать абсолютное число, от которого берется процент. От которого берется процент, да, может быть, да. Потому что страны, которые только-только начинают жизнь, у них ноль, а если от нуля до двух, это огромный, огромный рост. Но при этом вы говорите, что Соединенные Штаты не будут сдавать Украину России, как говорит Саша, не будут отдавать эту фишку. Это значит, что Америка будет вмешиваться в президентские выборы в Украине? Вряд ли. Вряд ли. Как вы сказали, обком находится в Вашингтоне. Смотрите, я с этой... Это я сказал до эфира. Вы сказали до эфира, значит, я повторю вашу, если можно. Мы возвращаемся к этой теме. Да, да, да. Значит, на самом деле я хочу возразить, обком не находится в Вашингтоне. И говорить, что украинский народ будет голосовать так, как ему прикажут американцы, это, конечно, унижать украинский народ. Не прикажут, а будут влиять. Это все-таки разные. Ну, состоятельные рекомендации и приказ это очень близкие. Сегодня вопросы влияния и вмешательства в выборы очень болезненные и политические вопросы. Ведь Трамп обвиняет в том, что он сговорился с русскими как бы насчет вмешательства русских в выборы в Соединенных Штатах. И это большой. То есть, они действительно вмешивались. А каким образом, кстати? Вот именно. Вот каким образом? Они ходили, стучали в дверь, говорят, голосуили, проиграют. Это были... Создавались некие фейковские аккаунты на Фейсбуке. Эти фейковские аккаунты работали. Несколько... Какие-то... Их сотни были, да? Но какие-то из них работали в пользу Трампа, какие-то из них работали в пользу Хиллари, не поймешь чего. Чего хотел Путин, чтобы был Трамп или чтобы была Хиллари, Клинтон, мы до сих пор не знаем, что для него было бы лучше. Поэтому... Ну, есть русскоязычное пропагандистское американское телевидение. А достаточно много русскоязычных живут на территории Соединенных Штатов и нет гражданства. Ну, на русскоязычных это не влияло. Русскоязычные повлияли, может быть, значительно... Я этим занимался как раз, потому что я проводил экзит-полы каждый год, начиная с 2000 года, в том числе провел экзит-пол на Украине, когда был президент Порошенко, и мы предсказали его победу в первом туре. Так что... Я этим занимаюсь. Значит, русские, русскоязычные избиратели в Соединенных Штатах на протяжении уже почти 20 лет регулярно голосуют за республиканцев в подавляющем большинстве в районе 70%. Вот, за Буша голосовала в 74-м году порядка 75% русскоязычных избирателей, за Амакейна голосовала порядка 70% русскоязычных избирателей. И за Трампа голосовали? И за Трампа голосовали. Порядка 70% русскоязычных избирателей. Они традиционно поддерживают республиканцев по нескольким причинам. С чем это связано, да? Ну, я называю четыре причины. Первое – это тот факт, что республиканцы придерживаются ценностей, которые более близки русскоязычному избирателю, более консервативные. В частности, экономические. Налоги. Налоги, 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 еще раз налоги. Я всегда говорю, что у иммигрантов, которые вполне легко достигают уровня среднего класса через там, по моим данным, в среднем, через 6-9 лет, они попадают в средний класс американский. Но, в отличие от среднего американского класса, у них нет то, что называется accumulated assets. У них нет накопленного благосостояния. У них есть, потому что бабушка умерла, оставила дом, дедушка умерла, оставила хозяйство там, и так далее, и так далее. Это, когда стабильно живешь в стране, третье поколение имеет то, что называется old money. Первое поколение иммигрантов не имеет old money. они приехали туда, ну, я не знаю, я приехал, мне было 200 долларов в кармане. И большинство так. И все, с нуля, zero, ничего, никаких пап, никаких мам, никто тебе ничего не мог помочь. В результате, эти люди все достигают сами, но у них нет накопленного благосостояния, поэтому у них нет old money, поэтому они живут на disposable income, на те деньги, которые они зарабатывают. А, скажем, пару тысяч долларов в год сэкономить на налогах, это деньги, которые у тебя в кармане. Да? У тебя негде взять. А проценты со стоков не дают. У тебя нет стоков, у тебя нет накопленных... Безусловного пассивного дохода. Конечно. Который всегда добавление к активному доходу рабочего, работающего человека. Так что, это большой фактор. Значит, второй большой фактор, честно скажу, поддержка Израиля. И у республиканцев поддержка Израиля ярко, более ярко выражена, чем среди демократов. Масса других вещей, да, скажем, скажем, борьба с терроризмом, которая ведется со времен Буша, со времен 9-11, ну, 11 сентября 2001 года, она ведется очень-очень активно республиканцами. Ну и, кроме того, всякие социальные вещи, в рамках которых русскоязычные избиратели гораздо более консервативны, нежели американские. Разные меньшинства, которые они поддерживают, и так далее, и так далее. В то время как русскоязычные избиратели такие традиционно консервативные, да, семейные ценности, да, семья. Ну, то, к чему они привыкли, собственно. Ну, то, откуда они приехали, и то, как их воспитали их бабушки, и дедушки, и родители, и так далее. Дать детям хорошее образование, стремятся к спокойной жизни, и так далее, и так далее. То есть об этом можно говорить сколько угодно, но они поддерживают республиканцев. Поддержат они их на этих выборах, но насколько это в Нью-Йорке, она не имеет большого смысла, хотя там живет, я не знаю, по моим данным, 700 тысяч. Нет, 350, 700, вообще, в Нью-Йорке 350 тысяч эсказичных, они голосуют, не все... То есть не настолько большое влияние, на самом деле. там демократическое влияние очень большое. Но в таких штатах, как, например, Огайя, где довольно много русских, в таких штатах, как Флорида, Ну, хотел сказать, очень важно попомнить о Флориде. Да, да, и эти штаты, которые во многом решили судьбу этой партии 2016 года... Можно говорить даже немного об Техасе, я смотрел по карте. И в Техасе, но там русских поменьше. Называется swing states, которые колеблются. Сегодня они голосуют за республиканцев, за наставить демократу. Вот привлечь их, и там несколько тысяч голосов могут быть решающими. И там влияние русских избирателей было значительным. Можно сказать так. Можно считать, что они в какой-то мере способствовали, скажем, выигрышу Трампа и способствовали победе республиканцев. Посмотрим, что будет на этих выборах в Конгресс. Это очень важные выборы. Посмотрим, как они пройдут. Ваш прогноз? Да, ваш прогноз. Когда вы были перед выборами Хилари Трамп, вы были практически единственным гостем нашей студии, который ставил на Трампа. И вы были правы. Хотим ваш прогноз касательно выборов. Какая у вас потрясающая память. Я уж сам не помню. Нет, там было так. 70% полстеров предсказывали, нет, все полстеры предсказывали победу Хилари Клинтона. Тут была такая раскачка. Но была такая, так сказать, картина, когда объективно складывались все полы, то получалось, что она имеет примерно 70% шансов победить, а он имеет 30%. Я, как вообще математик в прошлом и аналитик в настоящем, считаю, что 30% вероятность это огромная вероятность. Если бы я имел 30% шансов выиграть казино, я бы играл бы. Если вы имеете 30% шансов развиться в самолете, вы бы не полетели. Понятно. 30% это огромная вероятность. Это треть. То есть, из трех бросков, скажем, монеты один раз выпадет. Исходя из этого, исходя из общего, того, что называется латентная переменная, когда было ясно, что очень много избирателей затаились, затаились, и не говорят своих предпочтений, а смотрят, как будут развиваться события. И решили для себя, что они проголосуют за изменения, за Трампа, но молчат об этом. Вот на этом я основывал свой, так сказать, прогноз, когда я говорил о том, что Трамп победит. Сегодня я считаю, что республиканцы сохранят свое большинство в Конгрессе, в Палате представителей и сохранят или даже увеличат свое присутствие в Сенате. Поскольку те 33 места, которые переизбираются в Сенате, большинство из них, по-моему, 25 демократы. Опять же, по теории вероятности, там, где демократы, это демократические как бы штаты, если выиграть, там республиканские остаются, а если выиграть один или два дополнительных голосов в Сенат, там всего 100 человек, то можно получить большинство, которое сегодня 51-49, а может оказаться 52-48, даже 53-47. И каким-то образом это отразится на украино-американских отношениях? Думаю, поддержка, но она не такая, какая она была в... Скажем так, это не приоритетная задача в настоящий момент для администрации. да. Есть горная поддержка, как когда-то представители норвежского дипломатического корпуса, буквально недавно, говорили мне о том, что да, мы, безусловно, поддерживаем независимость и целостность Украины, но мы будем продолжать работать с Россией, это выгодно нам. Так вот, какая поддержка есть сейчас у Украины? Я думаю, что очень... Куларно поддерживаем независимость или мы готовы вложиться и помочь? Не куларно, это значит втихаря, наверное, да, но мы не говорим про тихую поддержку. Американский конгресс, безусловно, выступает за территориальную целостность и независимость Украины, и вопросов... Как и любого государства. Да, тут республиканцы и демократы в этом смысле едины. В другом смысле, что, понимаете, Украине не удастся изолировать Россию от международных отношений, и это все понимают. Нельзя Россию, галактику изолировать, да? Ну, нельзя. Можно ее, так сказать, отдалить, можно ее там... Можно реже общаться. Можно реже общаться, можно общаться на другом уровне, можно менять всю эту, так сказать, игру, но ничего как бы сделать в этом смысле. Исключить Россию, закрыть ее в рамке, так сказать, в рамках постсоветского пространства и влияния в мире, закрыть ее в свою собственную территорию в, я не знаю, там, в 20 миллионов квадратных километров не удастся. И это надо иметь в виду, и это американцы понимают. Значит, поэтому с Россией отношения всегда будут какие-то, такие или не такие. Сегодня они очень плохие. Они плохие по целому ряду, так сказать, параметров. Не обязательно связаны с Украиной. Но они имеют некую перспективу улучшения, потому что надо, как вы говорите, эти фишки расставлять по полю. Политические фишки. В Ближний Восток, кстати, вы сказали Корея правильно, вы сказали Китай. Все это совершенно правильно. И там, в каждом из этих полей Россия имеет свою ставку. И эту ставку надо учитывать, так или иначе. Поэтому, одновременно выступая за независимую территориальную целостность Украины и помогая Украине, и признавая на политическом поле, и даже на военно-экономическом поле. Тем не менее, общественное мнение в Соединенных Штатах все-таки склоняется к тому, что, да, конечно, мы будем помогать жертве российской агрессии, но сколько может продолжаться эта жертвенность, эта позиция, да? Пора людям самим становиться на ноги. Ну, вот это как раз то, о чем я хотела спросить. То есть решайте свою проблему сами. Мы готовы поддержать, но мы не готовы решать. Я правильно понимаю? Да, 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 вы правильно расставляете акценты. Мы готовы поддержать, но мы не готовы за вас решать, кто будет вашим президентом, как будут развиваться ваши экономические вещи, как вы будете устраивать свои отношения с Россией. Мы поможем, мы подскажем, мы выделим там очередной транш будет, когда там, только в октябре, наверное, да, с Международного валютного фонда. Мы поддержим политически, но решения должны быть находиться тут. Ну вот сейчас Украина в лице президента Украины Петра Порошенко решила на конституционном уровне внести изменения в Конституцию и заявить, и закрепить свою цель на вступление в НАТО и вступление в Европейский Союз. То есть четко обозначить вектор, чтобы не было многовекторности. Это ведь шаг, дающий сигнал, что мы идем в том направлении. Это шаг скорее пропагандистский, нежели, на мой взгляд, нежели реалистический. То есть действенности никакой не будет от этого? Понимаете, Европейский Союз будет решать, принимать Украину в Евросоюз или нет. Не основываясь на Конституции, основываясь на других показателях. Есть в Европейском Союзе целый ряд стран, я не буду их называть, вы, наверное, их знаете. Которые не в восторге. Которые не в восторге от будущего членства Украины. Ассоциированные членства. Это окей, хорошо. Но это ни о чем. Есть фраза еще такая, нам хватает Греции. Есть такая фраза, нам хватает Греции. Да, хватает Греции. Есть другие. Вот, скажем, у Молдовы, мне кажется, больше шансов, поскольку она маленькая. Но у Молдовы тоже есть Приднестровье. Конечно. Конечно. Поэтому у Молдовы шанс не стопроцентный, а есть какой-то шанс, поскольку она маленькая. 30%? И легко, да. Украина огромная страна. Огромная страна. А что касается НАТО, то я вообще не вижу в ближайшей перспективе серьезных шансов в приеме, по приему Украины в НАТО. Сегодня НАТО, Трамп дистанцируется от НАТО, в общем, критикует НАТО. И, на мой взгляд, вполне справедливо. И с точки зрения денежного, и с точки зрения функционального. Пятая поправка, пятый пункт НАТО, который, ну, приводит к тому, что... Статут, да. Да, что друг друга защищаем. Коллективная безопасность. Коллективная безопасность, да. Да, что если на вас нападут, мы... Все вместе подожди. Брать страну, в которой есть военный конфликт. Вот именно. Он как бы обратной силы не имеет. Вот если вы сегодня вступили в НАТО и заявили, вот на нас напали, так на вас напали четыре года назад. Это не имеет значения. НАТО обязана будет защитить. Никто не будет брать. Никто не будет брать, да. Потому что Украина, наверное, захочет, чтобы этот закон имел обратную силу. Закон обратной силы иметь не будет, когда на вас напали и когда вы вступили в НАТО. Так что... Это же проблема с Грузией, кстати. Одно дело, пытаться дистанцироваться или уменьшать влияние России в регионе. Это, наверное, справедливо. А другое дело рваться в НАТО. НАТО будет не в восторге от приема огромной Украины. Ну что значит не в восторге? НАТО просто не может... Нет процедуры, по которой можно было сейчас бы это сделать. Вот и все. Ну и нет процедуры, конечно. Конечно. И нет процедуры, и нет как бы драйва такого, да, что вот... Нам это очень нужно, да. Да, нам это очень нужно. Нет как... No reasons why. Да, 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 совершенно верно. У меня последний вопрос. Поэтому Конституцию, ради бога, это внутреннее... Это ваши документы. Это ваши документы. Это внутренняя вещь, которую можно закрепить в Конституции, но по сути дела оно как бы ничего не изменит. Не приблизит вступление Украины в НАТО и не приблизит вступление Украины в Европейский Союз. То есть Украина, на мой взгляд, должна решать свои экономические проблемы в первую очередь. Чтобы люди имели работу, чтобы они имели достойную работу, чтобы они имели достойный заработок, чтобы было обеспечено будущее для молодых людей. Это то, на чем надо сегодня сконцентрироваться. Эти проблемы не решаются, именно поэтому у нынешней власти нет такого рейтинга, как у Дональда Крампа. Эти проблемы не решаются, а решить их за счет того, за счет лозунгов, что да, и за счет постоянной, постоянной позиции и жертвой агрессии, это не получится, потому что людям хочется кушать сегодня, а не ждать, когда придут американцы и помогут жертвам агрессии. Это факт. Окей, ждем вас ближе к окончанию украинских выборов на финишной прямой. Тогда уже поговорим с вашими прогнозами. Нам всегда интересно. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Сэмпикер, политолог, был нашим гостем. Далее новости от Елены Еремеевой. После начнется программа Саши, корень ни слова о политике. Мы вернемся в студию после 18.00. Оставайтесь на Думской ТВ. Им будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова